В этом видео я покажу арифмометр Курта. В общем, это совершенно типичный арифмометр с базовым набором функций. Так что все будет просто. Курта обычно идет в комплекте с родным металлическим чехлом на резьбе. Вот я его открываю и достаю сам арифмометр. Для проведения арифмометра в полностью рабочее состояние нужно отщелкнуть ручку очистки регистров. Вот я ее отщелкиваю. И вот теперь, чтобы его убрать обратно, его надо нажать на кнопочку и убрать обратно. Вот обратно отщелкиваю. Для того, чтобы начать работать на арифмометре, нужно сначала сбросить счетчики. Для этого мы чуть приподнимаем ручку. Чуть приподнимаем крышку и двигаем к кольцу сброса. Вот если я его сейчас сдвину над черным счетчиком результатов, он обнулится. А вот сейчас я сдвину над белым счетчиком оборотов, и он тоже обнулится. По бокам арифмометра находятся ползунки, над каждым из которых нанесена цифра. Вот я сдвигаю ползунок вниз, появляется цифра 9. Вот соседний ползунок сдвигаю на один разряд, появляется цифра 1. Таким образом, мы установили число 19 в восстановочном регистре. Если сейчас главную ручку провернуть на один оборот, то число 19 прибавится к счетчику результатов. Вот сюда. Ручка крутится только в одну сторону по часовой стрелке, зато крутится легко и мягко. Вот прибавили, получилось 19. Теперь мы можем вытянуть ручку немножко вверх. Видите, появилась белая полосочка. Это значит, что арифмометр находится в режиме вычитания. Точно так же делаем целый оборот, и число вычитается также из счетчик результатов. Вот делаем оборот. И ожидаем, получаем, что 19 минус 19 равно 0. Нажимаем на ручку. Черная полоса исчезает. Опять сложение. Когда мы делаем сложение, то к текущему разряду счетчика результатов прибавляется единица. Вот она прибавилась. Еще одна, еще одна. Когда вычитаем, соответственно, вычитается единица. Можно сделать наоборот. Если вот этот ползуночек перевести в нижнее положение, то при вычитании единица будет добавляться. Да, можно сбросить оба счетчика одним движением, вот так. Это было сложение и вычитание. С умножением все тоже просто. Умножение – это последовательное сложение. Вот у нас установлено 19. Давайте умножим его на 11. Сделаем, прибавим к нулю 11 раз по 19. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Вот у нас записано, что прибавили 11 раз, и вот получилось 209. Но это довольно долго. На 11 умножить еще не так страшно, если на 111 надо. К счастью, мы можем просто приподнять верхнюю часть рифмометра и сдвинуть его. Вот теперь число 19 находится не напротив двух крайних правых разрядов счетчиках результата, а напротив следующего. Вот мы делаем сложение. И видите, что 19 прибавилось к второму и третьему разряду. И это то же самое, что умножено на 10. Вот тут тоже написано, что умножено на 10. В первом разряде также добавляем. И в третьем. И вот получилось, что мы прибавили 111 раз, и получили 2109. Это и есть результат умножения. Основные функции орифмометра я описал. Дальше я расскажу, как на этом орифмометре делить. Ну, в общем, алгоритм деления стандартный для орифмометров, и если вы его знаете, то дальше можете и не смотреть. Давайте рассмотрим деление на примере. Для начала попробуем разделить 2 делить на 2. Берем 2 квадратика. Отнимаем от них 2 квадратика, разделяем их на 2 группы. Получилось, что 2 делить на 2 равно 1. Теперь возьмем, скажем, не 2, а 6. Отнимаем 2, делим на 2 группы. Отнимаем второй раз 2, делим на 2 группы. Отнимаем третий раз 2, делим на 2 группы. Получилось, что 6 делить на 2 равно 3. Аналогично 7 делить на 2. Отнимаем 1, 2, 3. Осталась леденечка, от нее 2 мы отнять не можем. Поэтому по правилам деления столбик дописываем 0, получаем 10. И делим 10 на 2. Первую пару вычитаем. Вторую пару вычитаем. Третью пару вычитаем. Четвертую, пятую. Вот получили 2 группы по 5 квадратиков. Итого второй знак 5. То есть 7 делить на 2. Первый знак 3. Второй 5. 3,5. Теперь попробуем реализовать этот алгоритм на рифмометре. Итак, попробуем разделить 7 на 2. Сначала переводим этот рычажок в нижнее положение. Чтобы алгоритм на рифмометре считал количество вычитаний. Переведем головку алгоритм в крайнее левое положение. Чтобы мы могли, сдвигая его направо, постепенно дописывать 0 как определение в столбик. Сбросим счетчики. Введем в установочный регистр число 7. Прибавим его к счетчику результатов. Прибавили. Теперь введем 2. 7 у нас было делимое. 2 будет делитель. Сбрасываем счетчик оборотов. Вот мы его сбросили. Приведем рифмометр в режим вычитания. И вот мы наконец подготовились к делению. Вычитаем первый раз. Вот у нас, видите, единичка появилась. Счетчик результатов. И вместо 5 у нас теперь 7. Вычитаем второй раз, третий раз. По идее на этом можно остановиться. Но это нужно следить, что единичек у нас меньше двойки. Единичка с двойкой сравнить легко. А если у нас какие-нибудь более длинные числа, то проще просто сделать еще одно вычитание. Вот видите, рифмометр зашкалило. Значит, последнее вычитание было лишним. Мы переводим рифмометр в режим сложения. Отменяем последнее вычитание. И добавляем нолик. Теперь мы из 10 вычитаем 2. Раз, оп, это сложилось, извиняюсь. К счастью, это не мешает. Он за такой прощает. И вот у нас получился ноль. И 3,5 счетчик результатов. Значит, мы разделили без остатка. И получилось 3,5.